Здарова, ребята! Всем мира! Здесь вы увидите видео о женских манипуляциях, о том вообще стоит, с какими-то женщинами общаться или нет. Это будет отрывок живого диалога из нашего тренинга практика, который прошел накануне, от здорового, красивого парня. И как бы в чем фишка, что это его определенная боль в свое время, когда женщины им манипулировали, и он ничего не мог с этим сделать. И так и получается, что очень часто женщины манипулируют мужчинами как бы в своих интересах, и из-за того, что у вас высокая значимость, у вас недостаточно большой выбор, то есть вы в каких-то социальных рамках живете, вот эти, куда вас загнали, что вы не можете с этим ничего сделать, вы вынуждены на это вестись. Ну как бы это полпроблемы. А вторая часть проблемы более крупная, что зачастую с женщинами, с которыми вы ходите на свидание или общаться, которые еще вами манипулируют. Возможно, и не стоит никуда ходить, потому что эти женщины могут полностью не соответствовать каким-то вашим моральным принципам и убеждениям. И до тех пор, пока принципы мировоззрения, убеждения, как вы вообще смотрите на мир, не будут для вас важнее, чем женщина, которая рядом с вами, потому что она должна их разделять, это ключевое. Иначе тогда, в принципе, смысла в отношениях не будет. И до тех пор, пока эти принципы не будут для вас выше, пока женщина для вас важнее, когда вы готовы отступиться от своих принципов, от своей души, от своего видения мира, все будет хреново. Поэтому это видео будет для вас очень полезно. И я приглашаю вас с 14 по 17 июля на летнюю практику перезагрузку в Москве, где мы будем, как вы здесь убедитесь и ранее убеждались, не только заниматься знакомствами, свиданиями, общением, там, соблазнением. То есть это тренинг, личностного роста. И если мы сможем, допустим, убрать твою ведомость на манипуляции здесь с женщинами, то это однозначно отразится где-то еще в других сферах жизни. В работе, в бизнесе, в общении с коллегами и все прочее. Это так и работает. Женщины – это прекрасный инструмент для того, чтобы мужчина мог вырасти личностно. То есть мы увидим, где что болит и поможем тебе. Итак, с 14 по 17 июля заранее бронируй места, потому что ценник заранее ниже. То есть ты, если ты иногородний, получишь, собственно говоря, возможность сэкономить на дороге. Чем ближе к мероприятию, тем дороже. Поэтому места нужно бронировать сейчас. Ссылка под этим видео внизу. Там же тебе расскажут все подробности. А ты смотри видео и пиши в комментариях, что бы ты сделал в той или иной ситуации. Все, давай, увидимся. Ссылка, как ты говоришь, намекает тебе на сумочку. То есть она такая смотрит, говорит, смотри, показывает, смотри, вот. Эх, и все, на-на-на. Вот. О, да, и, соответственно, так вот. Ну, вот, допустим, да, так вот намекает. С кучей такие были, да. И вот тут как раз начинаются задумки, что как раз таки я отвечать, что вот как действовать. Что отвечать. Как действовать в таком случае, чтобы, ну, остаться, ну, нормально. Ты допускаешь. И все-таки, ну, может, все-таки, да, допустить сумку, да, купить, возможно. Не-не-не, смотри, ну, сейчас просто сматываешь, потом к твоему вот этому прийти, я прям, блядь, секунду. А ты допускаешь мысль, что кто-то другой на твоем месте, его вообще не заденет никак на историю. Он вообще воспримет это либо не как намек или манипуляцию. Блин, ты такой большой, красивый, а я так устал работать, и не зарабатываю себе даже на сумочку. И ему вообще будет... Ой, абсолютно. Либо он даже не поймет, что это просто... А так хочется крепкой мужской спины. Да, конечно, можно было в наших целях. Как за каменной стеной. Почувствовать себя грубкой. Ну, то есть, Варь, ты понимаешь, тогда, что получается проблема не в ситуации, а проблема в том, что в любой другой ситуации, где все будет связано с тем, что Артур же мужик и так далее, это не обязательно связано с девушками, да. Артура будут нагибать с помощью каких-то нехитрых манипуляций. Ну, Артур, мужчина, он у нас там что-то... И все, и ты, короче, что-то делаешь, да. То есть, что с этим делать? Вот, Тигран, дальше ты там что-то... Проблема в чем? Самый важный момент в твоем случае. Проблема. Для каждого... Смотри, первое. Проблема в том, что у меня нет денег, чтобы ей купить. Второе. Да или нет, просто сразу? Нет, давай перечислю, а ты выберешь. Первая проблема. Нет денег, чтобы купить. Вторая. Я вообще не хочу покупать. С какой стати? Третье. Я не люблю, когда мне о чем-то просят. Четвертое. Я хочу, чтобы меня любили такие мои, без всяких сумочек. Да, вот. Да, смотрите. Ну, тут я даю вообще, что-то бывало. Я не люблю, когда мной манипулируют. Но и когда я еще повелся, типа, от, блядь, по-моему, за манипуляцию... Вот, как раз в ходе манипуляция была, я себя вот за это вот как раз жестко ругаю, да? Вот. И вот этот момент, да, что тут как бы и делаем деньги, хотя деньги тоже там, если она, как бы, дорогая что-то, там, айфон какой-то в пользу, да? Ну, типа, ладно, если... Ну, так бы, определимся, как тебе действовать в этой ситуации. Да, ну... Тебя здесь что-то напрягает. Что? Напрягает в основном то, что вот они вот как бы пытаются манипулировать. Он даже хочет что-то, ну что, разманипулировать тобой-то, и чтобы ты взял, купил, или что-то. Что за этим кроется? Ну, тебе ж не жалко. Это будет во всех ситуациях. Нет, не во всех. То есть, смотри, вот это первое свидание, да? Мы говорим. То есть, это твоя девушка, просто первое свидание. То есть, неважно, какая это девушка, на любом первом свидании, если тебе такое говорят, тебе это не нравится? Или это будет разница? Кто это говорит? Это, во-первых, мне будет не нравиться, если первое свидание уже пытается... А если она была очень красивая девушка, невероятно. Один хрен. Еще тем более, если это красивая, да, тогда... Смотри, ну там происходит что-то. То есть, тебе это, с одной стороны, в любом случае не нравится, но давай, допустим, мысль, что это прямо охренеть, какая красивая девушка. Скорее всего, я должен это сделать. Есть там такое? То есть, вообще, там же есть конфликт. Я сейчас, потому что не хочу показаться каким-то там не мужиком, вынужден буду либо оправдываться, либо делать то, что она хочет, но мне это не нравится. Это так? Да. То есть, есть конфликт. Это мне не нравится, но я должен это делать. Что с этим делать? Вот поэтому здесь вопрос. Ну, какие у тебя есть версии, как бы, ну, как бы. Ну, ты начинал, я тогда говорил Пиме, и ты такой, а что за сумочка, ты начинаешь уже, как бы, ты не говоришь ей жестко, нет? Я там, давай переведем тему, я же тебе говорю, вот там родинка, смотри, какая. Подожди, сумочки, это все интересно, ну, давай потом. Раз, два, два, три, там, что-то. Начал про это говорить. А ты, получается, и как бы, и не перевел тему, и начинаешь уже подседать на нее. Ну, что за сумочка, сколько стоит, и так далее. Допустим, она дешевая, она стоит 40 тысяч рублей. А я хотел, чтобы ты сделала массаж сегодня. Давай, кстати, на массаже остановимся, да, декори, и все. Мы же сейчас остановимся, как. Да, 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 декори. Ну, не, в общем, да, какой массаж ты любишь? Утром деньгой перечерк. Нет, ну, подожди, я только хотел тебе, кстати, сумочку показать. Мы об этом еще поговорим, массаж. У меня, кстати, руки, я вот просто массажа, как я делаю. Не, 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 ну, то есть, смотри, хорошо. Давай сумочкой сначала. Кручевайся, а в чем, что, если бы я сейчас не сказал, что надо перевести тему, ты бы ее, скорее всего, не перевел, да? То есть, там бы, вот, ты бы залит, ты застрял бы в этой трясине, и она начала тебя разматывать. То есть, что с этим делать дальше? Ну, я бы... Что бы тебе хотелось сказать ей в этот момент? Я бы хотел сказать, ну, слышь, ну, как бы, пока время, как бы, с первого свидания куда торопишься, да? Ну, в принципе, мы с тобой особо не знакомы, чтобы ты с меня требовал такие вещи, да, по крайней мере. А если бы тебя жена, и она будет требовать тебе эти вещи, тебе это понравится? Это уже другое, жена моя жена. Какая разница, она будет требовать? Ну, а если бы... Вот ты понимаешь, что тебе надо в рекламу вложить полмиллиона. Ты говоришь, мне срать, хотя за эти деньги ешь ты, там, не знаю, дети, там, ее родителям ты помогаешь, да, там, ну, ты нормальный мужик. Да, да. А мне просто срать, я хочу шубу сейчас в литературу. Нет. Требовать, требовать и попросить намекать эти две разные вещи. Ты меня не любишь совсем, значит. Да, намекать, как бы, да. Я не мекаю, я этого манипулирую. Я говорю, Артур, ты меня совсем не любишь. Я так давно хотел из шубы. Ты говоришь, там, дорогая, у меня реклама, сейчас мы все сделаем, дай мне немного времени. Эх, значит, ты меня не любишь. Но я не требую. Я так и думал. Я так и думал. Во-первых, у тебя любовь выражается в сумках, что-ли, в этих шубах. Как бы все это будет, да. Короче, женой тоже там надо бы, как бы, это не дает ей право что-то делать. То есть здесь два момента. Первый, что надо научиться, как, скажем, вербально, внешне ее сливать с этой темой, чтобы она даже не пыталась. А второе, что делать с внутримущением. Как внутреннее ощущение важнее. А как ее сливать вербально, ты говоришь, что-нибудь из Сирии, это все здорово. Вот, ну, покажи мне лучше фото в купальнике. Если она не унимается в какой-то момент, ты должен просто внутри себя быть готовым, если тебе что-то не нравится, сказать, стоп, хватит, я пошел. И пока вот эта нуждаемость тебя туда тянет, привязывает тебя на веревочку и держит, у тебя, ты безоружен, понимаешь? Если ты готов отказаться от общения с сельской, слушай, мы, по-моему, уже раз в три пытаемся нормально общаться, узнавать друг друга, а ты как с голодного поголзе, там что-то сумочка, сумочка. Давай так, смотри, я не дебил, ну, как бы, я сочувствую, что до меня у тебя были мужчины несколько... А аутист, а чувствую, что ты до этого, наверное, общалась с дебилами, до которых, которым непонятно, что, как бы, женщина хочет интересуется ими или сумочками. То есть я здесь не того, чтобы там, как бы, закрывать твои потребности, если ты будешь моя любимая женщина, конечно, мы разберемся. Но если ты будешь продолжать эту херню, мы, ты, моя любимая женщина, вряд ли окажешься вообще... Давай, ну, мы закрываем эту тему или закрываем это свидание. То есть, как бы, тебе надо как-то так ей это объяснить. Не надо спрашивать, сколько она, какая разница, если тебя уже нагло просто разводят и манипулируют, ты можешь либо включить дурачка, говорить, да, а, кстати, смотри, дельфин, там, вот, такого, как она говорит, нет, кофе, кстати, вот, с молоком люблю. Или она там говорит, я так люблю сумочки, ты говоришь, блин, а я так люблю, вот, знаешь, сейчас еще проблемы идут, с девушкой не умеет делать или нет, вот, и я сказал, нет. Нет, тебе показалось, монет, говорю, нет, сейчас, вот, ты начинаешь включать дурака, угарай. Если она не совсем еще клиничный, конченая, она, наверное, поймет, что лучше заткнуться. Если она совсем просто инфузория, как бы, как там этот, говорит, просто там шпал, или как, рельс, ну, когда все, вот, у нее одна, извините, вот, ты сидишь, не, там, на веранде, летнее кафе, вот, сидите, тут проходит мимо бабушка. Да, цветы предлагает. Не цветы предлагает. Нет, она говорит, ой, извините, пожалуйста, этот, вы не можете, там, начали еду мне дать, там, ну, или что-то, я в школу, да. И тут она, ты не успеваешь еще ничего сказать, она говорит, тебе, что надо, твари, где отсюда, задолбали здесь. Нищеброды. Нищеброды. Может быть, Артур. Так, нет, получается, девушку мне так писать не будет. Она и бабушка говорит, да я бабушка. Все, вот, вот девушка, вот девушка, вот девушка, она подошла, она проехала. Да что, для них будет покушать, у вас все равно покушать. Да замучили эти нищеброды, иди отсюда. Да, это ж в одном, гоня. Так, это, подожди, в смысле, ты что? Я боюсь доху. Ты что, ты так общаешься с мамой? А что ей надо? Ну, сидит, видит, что мы общаемся, весь наш разговор. Ладно, сейчас, что она плохого сделала, подошла, она как-то использовала. Да это уже пятая за всего лишь тень, они же задолбали. Ладно, ладно, в смысле. Что, нормальные пенсии им платят, пусть там живут как-то. Ну, может, не хватает ей пенсии, откуда ты знаешь, какое у нее положение сейчас вообще. Мы сейчас будем говорить о том, что ей не хватает пенсии, или о моей сумочке. А теперь смотри. Ты мне говоришь одно, я тебе найду другое. Ты опять мне обрабатываешь это. Треть, а ты не знаешь, что эта мразь оху**ла? Вообще, что, как-то есть в фильме история, о чем там вытрахаться. Ты хочешь трахаться женщине, которая... Ты хочешь заниматься сексом с женщиной, которая последняя тварь, Артур? А? Нет, конечно. Нет, ну можно один раз вступить и на голову, там сказать, ты мразь, короче, наказать ее. Но по большому счету, как бы это, наверное, максимум. Ситуация, степень проступка, это и вот будет проходить. Бабушка, она вот так при мне скажет, я просто скажу ей встань и пошла нахуй отсюда. Просто встала и пошла нахуй отсюда. Прямо так, это причем дословно я. Но тогда же ты лишишься секса потенциального еще, не факт, да? Почему? Потому что ее, это действие, крайне для меня неприемлемо. Все, на этом... Даже как и развод на сумочке. Она может быть мисс мира, мисс мира. А теперь возвращаемся к сумочке. Почему я этот пример привел? Для тебя это неприемлемо получается, да? Что девушка, по сути, у тебя клянчит сумочку. То есть это для порядочных действий девушки неприемлемое поведение. Так или нет? В твоем понимании. Для первого свидания. Да хоть ты готова. Ты так говоришь, что для первого, да? А на втором можно? А на третьем? Когда может, там на что, какой-то контакте, я не знаю, с бежением было, если вот типа, тогда там можешь, да? Ну это что, я не знаю, я не знаю. Я, соответственно, тоже есть что-то вот как-то. Нихера! Не должно так быть. Вот если она твоя, там, жена или девушка, с которой вы там уже давно встречаетесь, она может ей просто культурно намекнуть там как-то. Не требовать. Да, да, да. Потому что тебе заслужил такую женщину, Артура. А не ты, которая скажет, ну раз я ему дала, тогда, короче, все. Ты мне купи вот это, это, это. Она может это сделать разом. Вот вы идете, если тут раз сумма, вот блин, какая красивая сумочка. А ты, говорит, давай, что, давай купим. Это один, да, момент? Понимаешь, о чем я? А тут она у тебя просит уже, ну даже не просит, а, грубо говоря, в открытую намекает. Ты ее первый раз в жизни другая видишь. И она говорит, давай. Значит, для меня что это означает? Все. Максимум, максимум. Я ее один, может быть, два раза. После этого все. Для меня это человек, с которым я точно не хочу дальше взаимодействовать. И пока ты не готов разорваться от секса, да, просто пока не забыл. Вот, пока это для тебя будет вот такой суперприз, то есть ты так и будешь ради этого там плясать на задних лавках, нагрировать сумочками, приходить тебе какую? Выбирай. А когда ты скажешь, я готов ради моих принципов, ключевое, принципы твои и увидение мира, они должны быть превыше всего, превыше наличия той или иной женщины рядом с тобой. Понимаешь? И только такой мужчина, как бы, обречен на то, что он никогда не будет каблуком, он будет счастливым. Все остальные, которые готовы поступиться чем угодно, лишь бы только эта ватрушка, короче, не ушла, им пи***ят. А как это сделать? А если у тебя нет выбора, ни хера, и ты не умеешь приходить к этому всему, ты просто как хочешь, не хочешь, ты вынужден будешь где-то. Либо ты будешь один, ты в принципе, мне похуй, короче, мне не нравится, ты меня разводишь, давай, иди отсюда. Но, как правило, зов члена души, может быть, она меня за это полюет, хочется нам всего этого. Он окажется сильнее тебя, и ты будешь прогибаться. Ты здоровый дядька, у которого принципы, как бы, мягкие, короче, взял, в одну сторону взял, в другую. Вообще, должен быть так. Я считаю, вот это правильно, это нет. Если что-то не соответствует, оно идет нахуй. И поверь мне, когда женщина будет это слышать, видеть, чувствовать от тебя, любая нормальная женщина, только наоборот будет тебе тянуться, понимаешь? У них так устроено. А теперь представим ситуацию, ты даже покупаешь эту сумочку в этот же момент. Ты думаешь, ну, я сейчас куплю, чаще всего как происходит. И тогда вероятность того, что я сегодня ей засажу, вот такая. А потом, ты покупаешь, и в итоге ничего не получается. Что ты о себе в этот момент будешь думать? Естественно, будет у меня самооценка, там все занижено. Ты подумаешь, какой же я гадировал. А ты знаешь, что вот сейчас пользуются, но ты надеялся, что благодаря этой сумочке, ты же покупаешь не потому, что ты хочешь, а потому, что это возможно улучшит отношение к себе, да. И возможно, ты удаст ей засадить. Только лишь. Если ты понимаешь, что... А это самая большая проблема в том, что вы никак в поведении людей не можете в эту корзину, в эту вот, в эту вот, в эту вот, в эту вот. Это непорядочный человек. Почему? Потому что он тот, и тот, и тот, и тот. Это непорядочный человек. Или кто для тебя вообще стоящий человек. Вчера мы слышим от тебя историю, у нее фото с Дубаев, что-то... То есть ты, людей стоящих и не стоящих, меряешь, блядь, фото в Дубае и так далее. Понимаешь? Соответственно, доступны для тебя телок или недоступны. Пока это будет так, каждая шкура, у которой есть фото в Дубае, она для тебя будет недоступна. Дальше она, блядь, свою бабку отравила, чтобы квартиру ее продать за получение. Я бы, если услышал вот это, в сумочке, там, миллион есть вариантов, я бы даже и сказал, да давай, нормально, давай на днях как раз сходим, посмотрим, что-нибудь довозьмем. Но при этом, я четко понимаю, она шкура. Потому что нормальная девушка, женщина, никогда себе такое не позволит. Никогда. Раз она тебе это позволила, значит, она шкура. Соответственно, если ей можно, как со шкурой... Ну, я обманул. Понимаешь? Да. Я ее посадил, наследие она там, или когда... Че, когда сходим, куда сходим? Ты о чем? Мне... Это для меня вот все. Я с человеком, если он человек, буду по-человечески. Но если это мразь, с ним надо как с мразью. Все. На эту тему закрыто. А тем более, если мразь начинает там манипулировать, да, и где такое... Ну, это вообще стрёмно.